В красный угол ринга приглашается боец Басиев Чермен! Итак, красный угол ринга тоже гость, получается, Югры. Приехал к нам из Северной Осетии Алани Чермен-Басиев, бронзовый призер чемпионата России по ММА в 2015 году и бронзовый призер чемпионата России по ММА в 2015 году. Вот он идет сейчас, вы его видите, поднимется на ринг. Михаил, ну понятно, мы с вами не можем, конечно же, даже предугадать, да, кто из них победит и кто станет первым в этом поединке. Но вот судя по регалиям, судя по ним самим, мы сейчас с ним познакомились, увидели, что они из себя представляют. В принципе, почти одинакового возраста, одна рисовая категория. Как вам? Ну, все-таки Басиев Чермен и старший Павлодор, что на два года. Ну и судя по титулам, а это очень серьезные титулы, быть призером России, я вам скажу, это очень сложно пробиться. То есть очень серьезно, видно, парень готовился. Приобрел большой опыт именно в этом направлении в ММА. Поэтому, я думаю, он как бы должен, по крайней мере, превосходить в любом случае Спирина Михаила. Ну, чемпион Волгоградской области, КАЕ, хотя КАЕ – это серьезное направление, но все-таки только лишь чемпион Волгоградской области. Ну и рукопашный бой – это как бы уровень гораздо ниже. Поэтому, я думаю, во-первых, Михаил не очень давно занимается единоборствами. Ну, смотри, опять же, по его физической подготовке, как хорошая такая судья. Хорошая, я не спорю, другое дело, что здесь все-таки еще влияет опыт и техническая подготовка. Первый удар сразу от Чермена-Басеева. Пять минут очередные пошли. Бой состоит из двух раундов. Каждые по пять минут. Минута перерыв дается. Битва на севере продолжается очередной парой. Весовая категория 76 килограммов. Все. И по первым ударам сразу видно превосходство Чермена в технике. То есть он нанес уже несколько ударов безответных, с большой скоростью, технически правильно. Поэтому, я думаю, плюс тому, как он держится спокойно, как вы видите, да, уверенно. Как и чувствуется напряжение у Михаила, неврозность. А вот Чермен, наоборот, очень спокойно, грамотно, во-первых, проверяет слабые места, наносит удары и достаточно активно атакует по различным уровням. То есть это сразу видно, составившийся спортсмен с большим опытом и, я надеюсь, очень перспективным. Еще, еще, еще. Да, серия ударов буквально за одну минуту. Таких, я думаю, достаточно болевых для соперника. Да, ну и Михаил как бы ничего не может противопоставить. Практически он не нанес ни одного серьезного удара. Но надо уже как-то Михаилу вступать в поединок. Нет, он уже понял, кто перед ним соперники. Поэтому старается, по крайней мере, опасается уже и старается не пропустить удары. Ну, можно очень хорошо защищаться, но выиграть этим нельзя поединок. То есть нужно самому атаковать, наносить удары и набирать очки. Замечание вот было у спортсменов за пассивный бой? Ну, это больше относится, конечно, к Спирину Михаилу. Это насколько быстро, быстро Чермен. Не успевает за ним. Не успевает Михаилу за ним. Вот связка у него хорошая, Чермена. Вот, наверное, первый удар у Михаила, который прошел. Сейчас даже больше спирин. Очень жесткий удар. Интересно, что со спирином будет. Со спирином падает. Да, 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 да. Настолько жесткий удар, он пропустил лоу-кики в область бедра. Поэтому он даже не может подняться и продолжить бой. Сейчас будет отек, конечно, гематома. Вы видите, даже в шоковом состоянии его привели эти удары, хотя как бы считаются вроде и не опасными по ногам. На самом деле это оружие обычно тайских бойцов, которые вот этими ударами обездвиживают соперника, в принципе, и выигрывают даже чисто победой. Посмотрите, он не может подняться. Настолько болевые эти ощущения. Хватит ли у него сил продолжить поедение? Я думаю, нет. Сейчас даже слабое попадание в эту ногу, это просто парализует, и на этом бой должен закончиться. Ну, смотри, тем не менее выходит. Ну, это уже усилием воли, да, усилием воли он держится на ногах, поэтому... Ну, вообще, я говорю, вот все понятно и в первом раунде. Мне вот Чермен понятен, а вот то, что вот спиринг, надо ему как-то тоже начать что-то делать. Я думаю, Михаил сейчас уже ограничен в движениях, и поэтому он ничего противопасать серьезно не сможет. Ну, посмотрим. Но он так долго не простоит, да, если вот он будет просто... Сейчас еще одно попадание, в принципе, уже выйдет его из трона. Вот, вот, вот еще один удар по ноге, даже... Не видно, что он захромал сразу. Все уже тут же нога где движется, но... Попытался, понимаете, ногой что-то сделать, но ничего у него не получается. Отдвигаться надо чуть-чуть. Какой удар пропустил. Да, но это скользящий, поэтому он серьезного ущерба не нанес Михаилу. Вот, 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 я думаю, все, вот этим ударом все закончилось. Я бы тоже, знаете, на месте Спирина Михаила бы не продолжала дальше. Усилием воли все-таки спортсмены достаточно волевые. Да, смотрите, результативность это никакой не приносит, то, что вот он стоит там против него. Все, все, судья показал, что все. Это только вот бесконечная серия ударов, 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 и в голову, и в ноги. Технический нокаут, технический нокаут. Ну, я думаю, еще здесь Чемен проявил благородство, то есть он после того случая и не старался пробить руки, хотя мог легко это сделать, но все-таки он старался другими приемами, как бы, это с ним, продолжать бой с Михаилом. Но, тем не менее, еще одно попадание, и на этом бой закончился. Победил боец из красного угла Басиев Чермен. Победитель Чермен Басей, в принципе, это не вызвало никакого удивления, из первых, наверное, минут было понятно. Спасибо организаторам за такой прекрасный турнир. И хочу благодарить своего тренера, Казбека Джоуэль, и другого тренера тоже, Сослава Туриева. А так, всем спасибо, извините, что, как смогли, так вот вы показали. Для церемонии его граждения приглашается Валерий Хаджи Муратович Абаев, председатель. Да, мы поздравляем Чермена Басеева с победой. Приехал к нам в гости и сразу выиграл. Ну, а его сопернику Михаилу Спирину желаем удачи и дальнейших побед. Я не думаю, что он бросит на этом спорт. Дальше будет продолжать и, может быть, снова к нам приедет и покажет свое превосходство другим спортсменам. Все-таки соперник ему, мне кажется, достался такой хороший. Это хорошее одно дело. Другое дело, что Басеева Чермена мы, я думаю и надеюсь, что мы увидим еще не последний раз у нас. То есть мы все-таки уже как бы с ним разговаривать будем о том, чтобы они в дальнейшем принимали более активное участие и приезжали к нам на такие подобные соревнования. Ну, а сейчас идет торжественная церемония, награждение. Давайте посмотрим. Еще раз ваши аплодисменты бойцам. Настоящие спортсмены. Дамы и господа, вашему вниманию представляется шестой бой весовой категории. 81 килограмм. Внимание на экран. 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 Продолжение следует...